Это видео было снято спустя несколько минут после падения кукурузника. От воздушного судна остался лишь металлический каркас. Авиапроисшествие произошло днём в субботу. Очевидцами последнего полёта Ан-2 стали десятки человек. Кто-то трагический рейс даже заснял на телефон. На аэродроме в Староселье под Рыбинском в этот день проходили мотогонки. Всё произошло в разгар соревнований. Организаторы мото-драгрейсинга отказываются от комментариев. Однако уверяют, в программе их мероприятия полёта самолёта не было. О том, что Аннушка поднялась в небо без разрешения, говорят и в транспортной полиции. Облётов он не совершал. После взлёта он оторвался от земли, набрал необходимую для манёвров высоту. Я не специалист, правда, в этом вопросе, но тем не менее, как мне показалось. После чего, значит, он скрылся за лесом. Со слов очевидцев, в воздухе самолёт продержался пять-шесть минут. Практически сразу на место происшествия прибыли оперативные службы. При падении самолёт спланировал в лесную просеку, примерно в километре от грунтовой дороги. Всем оперативным службам пришлось добираться до места трагедии пешком. Самолёт упал на линию отвода магистрального газопровода высокого давления, упал, взорвался и загорелся. Произошло загорание травы на участке падения самолёта и возникла угроза возникновения лесного пожара, так как после взрыва произошло возгорание авиационного топлива. На борту было обнаружено тело пилота. Им оказался 77-летний Юрий Чепкин. К слову, профессиональные лётчики пилот первого класса. Сейчас остатки самолёта охраняет полиция, ожидается прибытие представителей Межгосударственного авиационного комитета. Уголовного дела пока нет. Среди предварительных причин звучат как преклонный возраст пилота, так и техническая неисправность воздушного судна. Известно, что самолёт не проходил техосмотр с 2004 года и у владельца не было лицензии на его управление. Олеся Сагитова, Владимир Выдумлев. День в событиях. Рыбинск.